Значит, клитики, о которых пойдет речь в моем докладе, это не просадические клитики, которые безударные маленькие штучки. Это синтаксические клитики. Если в просадическом понимании клитики характеризуются прежде всего безударностью, то в синтаксическом плане наиболее важный признак клитики – это её строго определенное место в предложении. В славянском языке, в простом предложении, это место находится после первой ударной составляющей. Так в славянском языке реализуется закон Вакернагеля. Исследователи славянского диалектного порядка слов, как правило, анализирует свои полевые записи отдельных периферийных зон. Вероятно, это связано с принципом славянской диалектологии, где родился, там пригодился. Принято, чтобы диалектолог исследовал свой родной регион. Но это не дает увидеть общую картину. В вопроснике славянского лингвистического атласа вообще нет вопросов и порядки слов. Я проанализировала диалектный материал со всей Словении, ну, в смысле, со всех славянских говоров, они же не только в Словении, они еще в Австрии, в Италии, в Венгрии, чуток в Хорватии, и объединила его в карты. Получилось 34 карты. Я обработала записи 288 населенных пунктов общим объемом 2500 страниц. Где-то материала было много, где-то мало. Вот на этой карте я отметила заливкой места, где было много материала. Если где-то явление не встретилось, это не значит, что в этом нет на самом деле. Просто, возможно, материала было недостаточно. Это же синтаксис, он ищется в текстах. Давайте рассмотрим одно архаичное диалектное явление и одно инновативное. Я выбрала два очень ярких, очень заметных явления. Вот архаичное. Отрицательная конструкция слагательного наклонения типа бине плюс л-причастия. В словенском литературном языке в отрицательных конструкциях с глаголами в форме сослагательного наклонения проклитика не и клитика би образуют слитную пароксетоническую форму неби. Но эта конструкция появилась не так уж давно. Если мы посмотрим фрезигентские отрывки, это древнейший памятник словенского языка, как вы знаете, то увидим, что там используется другой тип отрицания. Частица би остается в составе кластера, а отрицательная частица не стоит непосредственно перед л-причастием. И вот внизу у нас как бы это выглядело на современном славянском литературном языке. Видите? Неби. И потом уже л-причастие отдельно, куда угодно оно может стать. А в фрезигентских отрывках би отдельно, не с л-причастием. Этот тип отрицания не так уж спешил сменяться новым. В 16 веке мы встречаем его в протестантских памятниках, язык которых основан на центральнославянских диалектах. В 18 веке он отлично сохраняется на востоке, в притмурском литературном языке. Вот пример и из Нового Завета в переводе Стефана Кюзмича. Смотрите, снова то же самое. Би в кластере, Нэ перед Эл-причастием. Посмотрим на северную границу славянского языка. Вот карантийский старопечатный памятник середины 18 века, сборник Духовного Брамба. Там используется только старый тип отрицания. Даби непу забиу, доби яс нападу. В конце 19 века славянский лингвист Матио Мурку отмечал этот тип отрицания, архаичный, в восточнославянских диалектах. А Данила Зульян Кумар прямо сейчас фиксирует его на западе славянской языковой территории в диалектах Приморской группы. Интересно посмотреть, а как держится старый тип отрицания за пределами Словении, где влияние славянского литературного языка должно быть минимальным? Хорошо держится. Вот, он жив и здоров в Прикморском диалекте на территории Венгрии. Давайте посмотрим карту, которую мне удалось составить. Где эта архаика сохранилась сейчас? Ну, сразу бросается в глаза обширный дисперсный ареал на северо-западе. Он охватывает карантийские диалекты, это лиловая, в северо-запад штирийской группы, зеленая, восток-гореньской, фиолетовая, северо-роуфторской, голубое, и северо-приморской, рыженькая. Может быть, этот ареал больше, но в остальных пунктах нет данных. Почему такая высокая частотность старого типа отрицания в зеленой части карты? Видите, вот этот вот выброс в штирийскую группу? Что там такое? Это верхний савинский диалект штирийской группы и его салчавский говр. Это вообще удивительный диалект-заповедник. Там собрались самые разные особенности порядка слов. Каждой карте ему поражаюсь. Вроде бы никаких предпосылок, но вот так оно есть. Также мы видим четыре дистантных микроареала. Два из них на востоке в прихмурском диалекте панонской группы. Причем плотный ареал на территории Венгрии, самый-самый-самый восток, дает частотность 96%. А тот, что чуть южнее, в Словении, всего 7%. Оцените разницу. Плюс мы видим коричневый маленький ареал в восточно-доленском говре. Угу. Он дает частотность 8%. И еще один точечный ареал рядом, в Севницко-Кыркском говре Штирийской группы. Это там, где коричневый с зелеными такими кругляшками. Там единичный пример, то есть нет никакой возможности отследить частотность. Что это за крохотные ареалы? Ведь Матио Мурко писал, что восточные говры это заповедник старого типа отрицания. И где этот заповедник теперь? Скорее всего, такая картина получилась из-за небольшого объема доступных мне диалектных материалов. Просто не было контекстов. Возможно, эти микроареалы это часть большого дисперсного. А может быть, явление просто постепенно уходит, оставляя за собой островки. Давайте посмотрим на диалекты за пределами Словении, где, казалось бы, нет влияния славянского литературного языка с его новым типом отрицания. И архаика должна держаться хорошо. Италия. Нет особой разницы. Север, Австрия. Вообще нет разницы. А вот на востоке, в Венгрии, старая отрицательная конструкция не спешит сдавать позиции. В этом есть логика, симметрия, единообразие. Нет. Ничего в этом нет. Теперь инновативное явление. Это подъем глагольных клитик в начало кластера. Во всех южнославянских языках глагольные клитики стремятся стоять в начале кластера. Они начинают подниматься туда где-то с 13-14 веков. И большая их часть успешно поднялась. В славянском языке тоже. Но не все. Клитики будущего времени и клитики 3 лица 11 числа настоящего времени стоят в самом конце кластера. Вот на картинке как раз я вам ввела в рамочку клитику 3 лица 11 числа настоящего времени. Клитику Е. Она стоит всегда в конце кластера. Но эту клитику Мы сейчас оставим за скобками Я расскажу о критиках будущего времени Дело в том, что эти формы стали критиками И присоединились к кластеру сравнительно недавно А новая критика, как известно Она не может вклиниться в любое место кластера Она всегда встает в самый конец И когда формы настоящего времени Глаголы бити стали критиками Они тоже встали в конец кластера И очень не сразу переместились в его начало А критики будущего времени Сейчас пытаются перебраться туда же Глагольные критики хотят стоять как можно ближе К началу предложения А кластер хочет быть симметричным Все глагольные давайте будут в первом ранге Все возвратные местоименные после Так хочет кластер Но процесс, как всегда, замедляется влиянием литературного языка Вот, пожалуйста, вам литературный порядок слов Сначала местоименная критика Потом критика будущего времени Те бом поклицало Я тебе позвоню В разговорной речи при этом вполне допустимо Поднять глагольную критику будущего времени В начало кластера Бом те поклицало Этот процесс идет в люблянском городском Койне Он отмечен в художественной литературе Он постепенно захватывает центральнословенские диалекты Я слышал этот подъем к литике будущего времени В частной беседе преподавателя Людмянского университета Когда же этот подъем начался и где? Уже известный нам Матья Мурко В 1891 году Упоминал подъем к литике будущего времени Как яркую восточнословенскую особенность И объяснял его просадическими причинами Что это значит? Дело в том, что на востоке к литике будущего времени Образовались иначе, чем на остальном Словенском языковом пространстве Если в центральнословенских диалектах Они сокращались за счет выпадения второго слога Я вам его отметила красным Выпадает слог ДДДДД И вот что остается вот слева То на востоке отпадал первый слог Который БО И некоторые клитики на востоке из-за этого редуцировались настолько Что вовсе утратили вокальный элемент Благодаря этой облегченности Они поднялись в начало кластера сравнительно рано А что на остальной славянской территории? Вот, пожалуйста, вам снова Австрийская Каринтия Середина XVIII века Тот же самый сборник Духауна Брамба Подъем уже идет На три примера два с подъемом Давайте посмотрим карту Она немного перегружена Но мы сейчас разберемся На востоке сплошной линией Я отделила зону высокой частотности Она входит в большой дисперсный ареал Который охватывает все северо-восточнословенские диалекты И выбрасывает протуберанец в долейнский диалект Вот коричневый на юге, видите, красная стрелочка При этом очаг находится на востоке Словенской диалектной зоны В трех диалектах Панонской группы Там частота из подъема критики будущего времени Составляет 93, 100% Это очень много Но чем дальше на запад, тем частотность ниже И вдруг На западной границе В Италии Резкий всплеск частотности Что это такое? Это зильский диалект карантийской группы И резьянский диалект приморской группы Который до 17 века был частью зильского Затем его отрезали от зильского немецкие поселенцы И он пошел своим путем Кстати, самым своеобразным среди славянских диалектов Как видите, их былое родство прослеживается и на синтаксическом уровне Это приятно Но есть и другое объяснение Славянский лингвист Матей Шекли пишет, что такой порядок Клитик в резьянском диалекте Это синтаксическая калька с фриульского языка В таком случае зильская зона высокой частотности Тоже могла возникнуть под влиянием фриульского Но остальные приморские диалекты Ведь тоже у фриульско-славянской контактной зоны А вниз ничего такого нет Загадка Совершенно неожиданный ареал с высокой частотностью Мы находим на юго-западе В чичарийском и нотринском диалектах приморской группы Я синеньким ввела Там сосуществуют две формы будущего времени Типичная славянская Будущее время глагола быти и эл-причасти И характерная для остальных изнославянских языков Усеченная форма вспомогательного глагола хотети плюс инфинитив В соседнем хорватском языке Где естественно вот эта форма с инфинитивом и хотети Она основная, она единственная Это че Ну чу-че-шче Стоит в начале кластера В славянских примерах из этого ареала тоже Часто Может быть вспомогательный глагол в первой Словянской форме будущего времени Поднимается за компанию с вспомогательным глаголом хорватского типа Не знаю Помимо этого есть три точечных ареала Горейнская часть Любляны В центре Там где фиолетовая смыкается с коричневым Это Любляна Церклянский диалект ровторской группы Это синенькая И нотринский диалект приморской группы Рядом рыженькая То есть получается та же самая картина Что и в случае с архаичным явлением Есть один большой дисперсный ареал Один плотный небольшой дистантный с высокой частотностью И три невыразительных точечных Только тут явление не уходит на периферию Оставляя в центральнославянских диалектах одинокие островки А наоборот Продвигается с востока Где его экспансии изначально поспособствовали просадические факторы Постепенно захватывает центр А на юго-западе тем временем Независимо образовался латеральный ареал Где общесловянские критические формы будущего времени глагола бики Поднимаются в начало кластера Под влиянием параллельно существующих Общий южнославянских критических форм глагола хотети Получаются разные факторы Процесс одинаковый Но он сдерживается литературным языком и инерцией Ну посмотрим, как скоро возьмет вверх Стремление системы критик унифицироваться Что получается? Есть одно архаичное явление Есть одно инновативное И их ареалы частично совпадают На славянской диалектной территории Нет четко архаичных и инновативных зон Нет такого, что есть инновативный центр И архаичные периферии Или наоборот Центр закостенел, периферия развивается Как всегда, в славянском языке Все очень сложно Спасибо Спасибо большое, Мария Михайловна За интересный информативный доклад Коллеги, есть ли вопросы? У меня не вопросы Я просто комментарии Видно, что мне человек заинтересован Чем занимается Даже самые сложные Какие-то карты Диалекты Словенские Ну как бы умеют преподать Не видно, что наука Это важно Ой, боюсь, я упустила половину слов Исказанного вами Но кажется, вы говорите что-то хорошее Да, вас похвалили Спасибо Небольшой полувопрос Неоднократно прозвучало Что славянские диалекты За границами Словении никак не подвергают Влиянию Литературного языка Но всегда ли это так? Ведь молодежь часто ездит в Словению Учиться в университете В местную школу присылают Преподаватели из Словении То есть на 100% ведь мы не можем этого тоже дать Правильно? Да, действительно, на 100% не можем Так, у меня довольно мало текстов от молодежи У меня скорее от среднего и старшего поколения Я абсолютно не в упрек Просто такой небольшой Да, конечно, конечно Нельзя делать вид, что вообще нет никакого влияния Словенского литературного языка Разумеется, оно есть Но все-таки не такой сильный, как на территории Словении Безусловно Спасибо Я задам, у меня три таких небольших вопроса Скажите, пожалуйста, каким материалом вы пользовались? Чуть-чуть поподробнее, что это за материал, его охарактеризовать? Второе, планируете ли вы в дальнейшем привлекать кайковский материал? Потому что там, в общем, тоже было бы интересно И смотрели ли вы его уже? И третье, опять же, что касается словенских диалектов за пределами Словении Мы, в частности, в Италии Ну, вот не знаю, опять же, рассматривали вы или нет Насколько итальянский или фриульский порядок слов Вот тех же клитик может влиять на постановку этих клитик уже в тех диалектов? Спасибо, сейчас отвечу, постараюсь ни одного не забыть Материалы Материалы вполне лингвистически ответственные По большей части это сборники серии Гласови Причем не все, конечно, а те, которые были действительно хорошо записаны Не о литературе, не по памяти записаны, по диктофону Созданы лингвистами или, ну, хотя бы при участии лингвистов В общем, те, где не напортачились порядком слов Вот, такие я отбирала Плюс огромное количество дипломов, курсовых, диссертаций, магистрских студентов Люблянского университета, которые писали по дилектологии у преподавательницы Веры Смоле Она мне любезно предоставила огромный корпус этих текстов И им я могу доверять всецело, потому что она огромную работу проводит над текстами своих студентов И всегда перепроверяет каждую запятую Плюс вообще все, что... Я не могу сказать все, что плохо лежало Статьи того же Матея Шекли насчет резии По резии вообще просто крупица материала, к сожалению Просто вот все, все, что находила, все, все волокла к себе в мешочек Второй ваш вопрос Кайковские диалекты Да, я начинала сопоставлять их изначально с параликийскими диалектами Контактная зона Параликийско-кайковская брала тексты Лончарича И смотрела, что он там пишет Да, очень много похожего Но решила в итоге это не включать в финальное исследование Потому что и так уже перегрузила Вот, и так у меня в диссертации разросла на 350 страниц Мне говорят, что это много Такую диссертацию все будут ругать И никто ее не полюбит Ваш третий вопрос Сразу скажу Я не знаю романских языков Я в этом вопросе всецело полагаюсь на исследование Матея Шекли Который абсолютнейший гений И знает и итальянский, и фреульский, и еще десяток языков И замечательно все это анализирует В общем, полностью ему доверяю Он классный Спасибо Спасибо